МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте. 29 июля с рабочим визитом наш район посетил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Его приезд нес и ряд особенностей. В первую очередь делегация ознакомилась с проблемными вопросами района. График дня был насыщенным. После теплой встречи на поле Сабантуя делегация направилась в тепличный комбинат Янаульский. Здесь, на закрытом грунте, выращивают около 900 тонн овощей. Сейчас готовится инвестиционный проект строительства теплиц площадью 1,5 гектара. Это позволит довести производство овощей до 1600 тонн в год. Реализация инвестпроекта позволит не только сохранить рабочие места, но и принять новых специалистов. Представители делегации обсудили состояние комбината в настоящий момент, используемые технологии выращивания овощей, пообщались лично с работниками предприятия, поинтересовались условиями работы и оплаты труда. Следующей остановкой стало предприятие «Нефтемашуфа». Оно специализируется на производстве блочно-модульных конструкций. Члены делегации ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции, обсудили деятельность предприятия в настоящее время. В связи с уменьшением объема добычи нефти и падением цен на нее в 2020 году, резко сократилось их количество заказов. В результате было принято решение загрузить производственные мощности предприятия и изготовление мусорных контейнеров для коммунальных предприятий. Затем Андрей Назаров направился в центральную котельную номер 2. Она была введена в эксплуатацию в 1990 году. Спустя 22 года была реконструирована. На первом этапе проекта были заменены котлы и насосное оборудование. Второй этап предусматривает техническое переоборудование аварийного топливного хозяйства котельной. Раньше оно подогревалось паром. Сейчас, после замены паровых котлов на водогрейные, оно было выведено из технологической схемы. Основная проблема на данном объекте – это обеспечение надежности теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период в случае прекращения подачи газа. С учетом приближающегося отопительного сезона, Андрей Назаров дал поручение Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики тщательно проработать данный вопрос в течение трех недель. В завершение ознакомительной поездки по району, делегация направилась в администрацию района. Здесь Андрей Назаров провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Янаульском районе. Он привел квартальные результаты опроса сайта «Голос Республики Башкортостан». Так, по итогам первого полугодия 2020 года, деятельностью органов местного самоуправления в Янаульском районе удовлетворены 95% респондентов. По данным республиканского рейтинга муниципальных районов и городских округов, по таким приоритетным направлениям, как качественная жизнь, талантливые дети, эффективный муниципалитет и территория роста, наш район занял 10-е место из 12-ти в своей группе. Первый заместитель, премьер-министр, призвал эффективнее использовать инструменты для улучшения инвестиционного климата в районе, в частности, активизировать работу бизнес-шерифа, предоставлять больше информации о действующих программах в сфере инвестиционной политики района, мерах поддержки инвесторов, реализуемых проектах и планах развития. Башкортостан, традиционный регион, один из сильнейших регионов Российской Федерации, и все мы так считаем, привыкли. Но, тем не менее, если все-таки говорить откровенно и правде в глаза смотреть, не все показатели у нас сегодня находятся на том уровне, который бы мог охотеризовать наш субъект Российской Федерации, что он находится по большинству показателей в первой десятке. Поэтому, скорее всего, если суммировать большинство показателей, мы находимся сегодня где-то в таких крепких середняках. Хорошо или это плохо, но это данность. Ну, наверное, для жителей Башкортостана, а также тех, кто привык считать Башкортостан все-таки регионным лидером, наверное, это не то место, которое мы заслуживаем. Поэтому над этим мы работаем, и предстоит и сегодня как раз обсудить ряд вопросов, направленных на то, чтобы улучшать наше место в целом среди регионов России, ну и, в общем-то, самое главное, улучшать показатели с целью достижения более комфортной жизни для наших граждан. Об итогах социально-экономической деятельности в районе за первое полугодие текущего года рассказал глава администрации района Ильшат Вазегатов. Расходная часть бюджета исполнена на 102% годового плана. По оперативным данным, оборот организации по полному кругу хозяйствующих субъектов за первое полугодие 2020 года составил 3 миллиарда 740 миллионов рублей. Это 117% к аналогичному периоду 2019 года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем предприятиям и видам деятельности, включая субъекты малого предпринимательства, составил 2 миллиарда 429 миллионов рублей. Ввод в действии жилых домов в течение первого полугодия 2020 года составил 8578 квадратных метров или 97,8% к аналогичному периоду 2019 года. При этом на сегодняшний день ввод жилья составил чуть более 14 тысяч квадратных метров и 100% в этом году ввод жилья только за счет индивидуального жилого фонда. Многие квартирные дома в этом году еще не вводили. Маркер жилищной обеспеченности и на улицах на одного жителя приходится 29 квадратных метров жилья. С 2017 года в рамках проектов по формированию комфортной современной городской среды республиканской программы «Башкирские дворики» и «Новый облик» стали приобретать старые дворы и общественные территории. Общий объем привлеченных средств составил 102 миллиона рублей. Руководители министерства ведомств, представители районной администрации, руководители предприятий обсудили также возникшие вопросы – пути улучшения экономического развития и уровня жизни. Мы планировали давно поездку в Янаульский район. Насыщенная программа. Надо отметить, что очень чисто в районе и в городе Янаули. Это не только подготовлено, видно, что не только подготовлено к нашему визиту, а в целом держатся улицы и дворики в чистоте. Видно, что программа «Башкирские дворики» находится в работе. В прошлом году было три дворика сделаны, в этом году три дворика. И, в общем, продолжает развиваться это направление. Точно Янаулис видно по опросам и по общению, что довольны и этой программой, и отношением местных властей к порядку, к чистоте, к наведению, скажем, нового такого санитарного порядка в городе и в районе. Также надо отметить, что руководство Янаульского района старается заручиться поддержкой правительства Республики Башкортостана, в первую очередь по тем направлениям, в котором требуется дополнительная финансовая поддержка, и административного ресурса, привлечения новых инвесторов крупных, тепличное хозяйство, например. Понятно, что это должны быть игроки федерального масштаба, и поэтому запланирован ряд переговоров, уже начиная с пятницы в Москве с крупными инвесторами. Уверен, что в этом направлении мы сможем найти совместный выход, и в итоге в Янаульском районе это направление, эти компетенции будут продолжать быть востребованными, и, в общем, добавят объемов и по производству, и по рабочим местам. Что касается других объектов, которые мы посмотрели, и промышленные предприятия, да, здесь требуется тоже региональная поддержка по дополнительным объемам для заполнения производства, для заказов. Тоже над этим договорились отработать уже в ближайшее время. По другим показателям, по другим объектам тоже, в общем, не зря члены правительства приехали, каждый по своему направлению взял на себя вопросы, и Министерство промышленности, и Министерство экономической развития инвестиционной политики, и, в общем-то, Министерство имущества и земельных отношений, Министерство сельского хозяйства, Госкомитет по промышленности, Министерство промышленности, Госкомитет по транспорту и архитектуре. В общем, по всем направлениям, в общем, все члены правительства взяли себе в работу ряд направлений объектов, Уверен, что в ближайшие 2-3 недели уже первые результаты дадут о себе знать. А так как с нами и министр финансов была, поэтому договорились и с этой точки зрения поддержки бюджета, муниципального бюджета, страны регионального бюджета, тоже вопросы будут отработаны. Уверен, что Инавульский район имеет потенциал по перемещению в зеленую зону по нашему республиканскому рейтингу. И это наша общая задача, чтобы каждый муниципалитет достигал лучших результатов. И в итоге все жители республики чувствовали улучшение жизни, а предприниматели чувствовали, что инвестиционный климат улучшается с каждым годом. И таким образом можно спокойно инвестировать, развивать новые направления. Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 30 июля. На встречу с главой администрации района, его заместителями, представителями различных ведомств пришел житель села Максимова, индивидуальный предприниматель Александр Шайсламов. Буквально две недели назад он открыл в Инавуле частную ветеринарную клинику для профилактики и лечения домашних питомцев, в основном собаки-кошек. За это время его пациентами стали более 20 четвероногих друзей. Сегодня в клинике он работает только сам, однако в планах нанять персонал, закупить дорогостоящий аппарат для ультразвуковой диагностики и оборудование для лечения зубов. Глава администрации района Ильшат Вазегата выразил мнение, что проект действительно интересный и перспективный. Специалисты отдела предпринимательства предложили возможные пути получения государственной поддержки, в том числе оформление оборудования в лизинг. Идея сама как бы еще во время учебы возникла, что у нас на районе нет частной ветеринарной клиники, надо создавать все это. Далее отучился, проработал немножко, набрался опыта, вот и решил уже самостоятельно работать. И вот открыл клинику и теперь уже работаю. Услуги стерилизации, кастрации, то есть плановых операций и лечения, и конечно же вакцинации, профилактические мероприятия. В связи с урбанизацией, то есть люди переходят в городскую среду, приобретают больше кошек, собак. Соответственно, они болеют, надо профилактировать, лечить. То есть услуга нужна в плане создать рабочие места, и нужны ассистенты, нужен будет администратор клиники, ассистенты, нужен будет врач, с которым проконсультироваться, обсудить. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане составило 6711 человек. За сутки выявлено 36 новых случаев заражения. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 29 июля в Яновойском районе зарегистрировано 171 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 8 пациентов со средней степени тяжести заболевания получают медицинскую помощь в инфекционном отделении Яновойска ЦРБ. 2 пациента переведены в госпиталь города Нефтекамска. 6 пациентов переведены в республиканские учреждения. 36 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID. Выписаны с выздоровлением 112 пациентов. Итого на данный момент в районе 52 пациента получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине под наблюдением находятся 78 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 21 семейный очаг, где заболели коронавирусной инфекцией 55 и на улице. Все подразделения Яновойской ЦРБ работают в режиме повышенной готовности. Ведется плановая госпитализация пациентов в отделении с отрицательным мазком на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. За период с 22 по 29 июля в районе выявлены 25 новых случаев COVID. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к населению с просьбой продолжать соблюдать меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Носите маски в общественных местах и закрытых помещениях. Сохраняйте социальную дистанцию. Чаще мыйте руки с мылом. Будьте здоровы. Включите свет. Социальный проект с таким говорящим названием стартовал в нашем районе в июне прошлого года. Его участниками стали не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и многочисленные партнеры проекта. Тренеры, волонтеры и просто неравнодушные люди. В понедельник, 27 июля, в праздничной атмосфере, его организатор Совет женщин Янаульского района подвел итоги его реализации. Благодаря этому проекту у нас появилось у Совета женщин, я так скажу, много друзей. Гостей и друзей проекта встречали в открытом читальном зале Центральной районной библиотеки. Со словами признательности ко всем участникам проекта обратилась председатель Совета женщин Янаульского района Ильсияр Проскурякова. Как отмечают сами организаторы, без многочисленных партнеров и волонтеров было бы невозможно реализовать такой масштабный проект. В этот день его активисты были отмечены почетными грамотами и приятными презентами. Проект «Включите свет» помог наладить тесные контакты с местными организациями Всероссийского общества слепых городов Ижевск, Сарапул и Нистикамск. В этот день они также были приглашены на праздник. Отдельным подарком был отмечен и самый активный участник проекта Владислав Глухов. Праздник продолжился в здании библиотеки. Здесь прошли соревнования по настольному теннису шоу-даун. Желающих поиграть в эту увлекательную игру становится только больше. Есть и те, кто сегодня впервые встал за стол, но уже успел втянуться в процесс. Подвели итоги по завершению реализации проекта «Включите свет» за счет фонда президентских грантов. Проект был очень сложный. Во-первых, мы взяли очень много направлений. Но несмотря на то, что сложно мы реализовывали этот проект, я очень довольна. Во-первых, люди узнали о настольном теннисе шоу-даун. Он только у нас в республике развивается и набирает темпо. Есть люди, в частности Павел Сафоновский, я познакомилась из города Кумертал. Он много сил вкладывает о развитии спортивной игры «Настольный теннис». И, естественно, наш самый активный участник Владислав Блухов стал, можно сказать, знаменитым не только нашей республики, даже далеко за ее пределами. Он и сейчас ездит на чемпионаты в другие города. И, во-вторых, хочется сказать, благодаря этому проекту о нас узнали многие. Вот, например, приехали к нам люди из города Ижевск, из города Сарапол, из города Нефтекамск. Значит, у нас друзья появились. И у нас сейчас тесное взаимное сотрудничество продолжается. Несмотря на то, что мы завершили реализацию этого проекта, на этом мы не будем останавливаться. Наш самый основной партнер – это Центральная районная библиотека. В этом направлении волонтеры, работники Центральной библиотеки будут продолжать эту работу. Тем временем на втором этаже расположились любители тихих настольных игр. Здесь прошел мастер-класс по сборке кубика Рубика. Участники с удовольствием играли в шашки и домино. Я второй раз, 1 июля, день всенародного голосования, здесь побывал. Вот сейчас приехал, вот послушал, и у меня обращение к людям с ограниченными возможностями, то бишь к инвалидам. Не сидите дома в четырех стенах, в своих комнатах, в своих домах, в своих квартирах. Выходите в люди. Будет для вас очень что-то. Вы новое узнаете. Кто-то найдет свою половинку. Кто-то, еще другие впечатления. Жизнь не заканчивается на этом, что ты инвалид. И к нам отношение уже изменилось. Там было прохладное отношение. А сейчас каждый, даже в детский садик ходит, ребенок помогает. Не даст тебе упасть. Проведет тебя туда, куда тебе нужно. Я считаю, что проект нам очень помог. Мы получили позитив, энергию с этого проекта, знакомство. И надеюсь, что будет продолжаться этот проект. Он вытащил меня из дома, так сказать. Собираемся, играемся. Я захотел ездить, соревноваться, показывать себя. И опять-таки это общение новое, знакомство. Новые люди. Так что хотел посмотреть на других и себя показать. Победители соревнований были награждены дипломами и призами. А как признаются все участники и гости этого дня, приятными бонусами ко всем подаркам стали хорошее настроение и желание жить активной жизнью. 27 июля на оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская рассказала о том, как льготники смогут получить единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка. Речь идет о жителях, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида, которые стоят в очереди на предоставление бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Ориентировочно с сентября 2020 года с согласия очередников взамен земельного участка они смогут получить единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей. При этом приобретаемое строящееся жилое помещение или жилой дом, а также земельный участок должны находиться на территории Республики Башкортостан. 31 июля состоится один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. Глава Башкортостана Ради Хабиров особо подчеркнул, что все торжественные мероприятия нужно проводить, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы и правила. С 2018 года в муниципалитетах для ритуальных целей выделили изолированные площадки, где работают ветеринарные инспекторы. Каждое животное проходит обследование, процедуры идентификации и регистрации в единой информационной системе. Ради Хабиров поручил главам муниципалитетов лично проверить площадки для убоя скота, подготовленные Курбан-Байраму. Кроме того, на заседании обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В 2021 году в Башкортостане отремонтируют 2 112 подъездов. Работу завершили в 12 муниципалитетах республики. Еще в 38 городах и районах план выполнили более чем на 80%. Полностью годовой объем в Башкортостане выполнят до 1 октября. В 13 подъездах, где проживают инвалиды-колясочники, установят специальные пандусы, скорректировав объемы работ в связи с коронавирусом. Современный фиброколоноскоп с видеосистемой поступил в центральную районную больницу в начале июля. Это событие стало долгожданным как для медицинских работников, так и для многих иноульцев. Новое оборудование позволяет своевременно выявлять на ранних стадиях такие серьезные заболевания, как полипы и рак племой кишки. 24 июля для прохождения исследования записались первые пациенты. К нам поступают больные, обращаются на исследования с подозрением на онкологию, на кровотечение, на любые другие проблемы, связанные с толстым кишечником. Записаться можно через специалиста, через электронную запись. Новый аппарат позволяет непосредственно благодаря наличию экрана более объективной визуализации толстого кишечника записать на флеш-карту и для дальнейшего консультации с другими специалистами. Возможно, дополнительное и оперативное лечение уже, удаление полипов, образований в толстом кишечнике, проведение лечебных процедур. Для прохождения этой процедуры необходимо тщательная подготовка толстого кишечника, выполнить все требования по очистке толстого кишечника. В противном случае исследование будет проведено не так тщательно, ввиду плохой визуализации. В рамках республиканского проекта «Башкирские дворики» в нашем городе продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. Так, часть работ во дворе домов номер 36 и 42 по улице Худайбердина уже завершена. Однако самая яркая составляющая проекта еще в процессе реализации. Свой арт-объект здесь создает молодой художник Ридаль Бадреддинов. Буквально на глазах на стене рождается сюжет из башкирского эпоса. О том, как возникла идея и как будет выглядеть законченная работа, нам рассказал ее автор. Идею подкинула главный архитектор города. Все-таки это как сказочный персонаж. Здесь у нас Батыр из легенды башкирских сказок. Также его верный конь, башкирские орнаменты. И также была идея написать орла. И также утвердили орла. Он будет на крайней стене. Будет синее небо и летящий орел. Многие подходят, фотографируются. И всем очень нравится. Я спрашиваю. Также вот эту картину мне помогали друзья рисовать. И одногруппники по колледжу, по школе. Но их сейчас нет. Тоже работают, все заняты. Приблизительно два месяца. Вот это вот все. Создать вот этот проект мы сделали примерно за три недели. И еще предстоит работать две недели. Потом перейдем на следующие стены и будем рисовать уже орла. В целях реализации государственной программы сохранения и развития государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан в марте-апреле 2020 года Министерством образования и науки Республики был проведен конкурсный отбор для оснащения кабинетов русского языка и литературы, башкирского языка и литературы мультимедийными комплексами. По итогам конкурса победителями стали 32 учебных заведения, в их числе и Янаульский лицей. Сейчас здесь идет установка нового оборудования. Конкурс выиграли по ряду причин. Одна из них – это самый большой охват учеников района именно в лицее. С 1 по 9 класс ученики лицея все изучают и родной башкирский язык, и государственный башкирский язык. Поступила пока интерактивная доска, короткофокусный проектор. Ожидается поступление в августе МФО, принтер, сканер, копир и ноутбук для интерактивной доски. У учителей уже большой опыт, тоже свой опыт создания таких вот интерактивных элементов на уроке, использования интерактивных элементов. Мне кажется, интерактивная доска здесь только им в помощь. Чем на доске рукой писать, здесь уже ученики сами выходят, выполняют задания прямо на интерактивной доске. На этом только не хотим остановиться, но хотим вовлечь в изучение башкирского языка и в желающее взрослое население Янаулы. Сегодня будем открывать кружки для изучения башкирского языка. Ранним утром небольшими компаниями они отправляются в секретных направлениях в поисках добычи. Настоящие знатоки никогда не выдают свои рыбные и грибные места. Благо, в нашем районе грибы можно найти и в близлежащем сосновом бару и березовой посадке. Поэтому никакого секрета здесь нет. Выбирай, собирай грибы, какие душе угодно. Больше всего Монзеля Хайдаршина любит собирать белые грибы и опята. Признается, грибы и ягоды – это не просто увлечение, а уже диагноз. Как только на рынке появляются первые торговцы грибами, она вместе с семьей отправляется в лес на разведку. Сегодня улов получился хоть и небольшой, но весьма удачный. В корзинке маслята, рыжики, есть и так называемые царские грибы. На первый взгляд несъедобные, но знатоки уверяют, при правильном приготовлении вкусные. Увлечение бабушки и дедушки поддерживает вся семья. Разбирается в грибах и дочь Алсу, и восьмилетний внук Ридаль. Сложилась такая традиция, что мы изначально ходим за ягодами, потом за грибами, начинаются грибы. Собрала волнушки, я их солю, маслята, также собираем белые грибы, солим, маринуем, жарим, сушим. Все, что пироги делаем, всякое такое, икру, икру, замораживаем. На мига, поехали за грибами. И вы соглашаетесь? Да. Ты любишь грибы с собой? Да. Белый гриб, маслята и рыжики, которые червялые, они несъедобные. Вначале варим, потом жарим. Кушаем. Потом кушаем. Удачная прогулка по лесу для каждой хозяйки непременно заканчивается на кухне. После тихой охоты здесь начинаются шумные водные процедуры. Грибы варят, парят, жарят и маринуют. Каждый год Манзеля Хайдаршина маринует и солит сотню банок грибов. Маслята, рыжики, грузди. Съесть такое вдвоем с супругом нереально. Но грибы не просто вкусное угощение, но и хороший гостиниц. У каждой хозяйки есть свои проверенные годами и гостями любимые рецепты. Помоешь, потом кипятишь 10-15 минут, а рассол отдельно кипятишь. По банкам приправа и уксус ложишь, грибы ложишь, потом рассол. И закатаешь. Закрываю теплой одеялой до утра. Сам по себе это стилизуется. Сбор грибов – занятие весьма увлекательное. С этим не поспоришь. В этом деле главное не терять осторожности. При правильном подходе к такому спорному продукту, как грибы, можно запастись ими до нового сезона. А сущий потило Марсель Хабиров, Максим Юферов, служба новостей, Янаульское телевидение. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Берегите себя, встретимся сразу после выходных. 2 августа в Янауле ожидается облачность с прояснениями. Ветер северо-западный, юго-западный. 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 12, днем плюс 21, плюс 22. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность, ветер южный, юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 16, днем плюс 23, плюс 25. 1 августа. Памятная дата России. В этот день, в 1914 году, Германия объявила войну России. Начало Первой мировой. Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. «Мы повелели привести армии и флот на военное положение», говорилось в манифесте Николая II. Героизм наших солдат и офицеров стал залогом победы в Великой войне за цивилизацию. Так называли Первую мировую наши союзники. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok